Мишель Ансель решил променять игровую индустрию на заботу о диких животных. Создатель Beyond Good and Evil из серии Rayman, как выяснилось, уже несколько месяцев как покинул команду авторов Beyond Good and Evil 2 и посвящает свое время изучению животных и открытию заповедника рядом с Монпелье, которые смогут посещать такие же любители природы, как он сам. Другой его проект — онлайн-песочница Wild — точно так же будет дорабатываться уже без Анселя. Сегодня суббота, 26 сентября 2020 года, и вы смотрите главные новости игр последних дней от GSTV. Игровая индустрия больше не станет прежней. Состоялась одна из самых крупных и важных сделок последних лет — Microsoft выкупила компанию Bethesda Softworks вместе с холдингом Zenimax Media и всеми входящими в него студиями. Включая, разумеется, Bethesda Game Studios, MachineGames и легендарную id Software. То есть на стороне семейства Xbox теперь такие мощные бренды, как The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Quake, Wolfenstein и Doom, что само по себе — гигантской силы хук в адрес Sony. Конечно, не исключено, что некоторые игры из упомянутого списка на PlayStation выходить будут, но, скорее всего, Sony одним махом лишилась сразу нескольких очень популярных франшиз, а платформы Microsoft, наоборот, стали куда более привлекательными для фанатов. А ещё, между прочим, теперь у Obsidian есть абсолютно все возможности, чтобы сделать Fallout New Vegas 2. Между тем, остаётся ещё немало вопросов относительно последствий сделки. К примеру, экшен-боевик Deathloop от Arkane Studios должен был стать временным эксклюзивом для PlayStation 5, и ещё непонятно, потеряет ли Sony и его тоже. Вообще, любой, кто следил за историей Bethesda и Microsoft, знает, что эти две компании всегда поддерживали тесные отношения, начиная с момента появления Morrowind на оригинальной Xbox. Поэтому то, что тут фигурирует именно корпорация Билла Гейтса, удивлять не должно. А вот сам факт покупки может вызывать у многих вопросы. Дескать, Bethesda ведь была успешной компанией, которая вроде бы крайне уверенно держалась на рынке, но в действительности её бизнес в последние годы шёл не так уверенно, как казалось. Компания провалилась абсолютно во всех новых начинаниях. Сначала она решила с удвоенной силой включиться в конкуренцию среди однопользовательских игр, но Wolfenstein 2 The New Colossus, Dishonored 2, The Evil Within 2 и более поздние Rage 2 и Wolfenstein Youngblood не стали хитами продаж и ощутимой прибыли не принесли. Её первая игра-сервис, Fallout 76, стала одной большой карикатурой из-за отвратительного качества. Собственный магазин, Bethesda Launcher, на который был потрачен порядочный бюджет, оказался финансовой ямой. Что-то пошло не так и с облачным сервисом Orion, анонсированным на E3 2019. При этом производство игр требует всё более крупных финансовых вложений, а предсказать, будет ли необходимый спрос, всё сложнее. Как-то выкрутиться из череды неудач руководство Bethesda, очевидно, посчитало невозможным. Но теперь студии ZeniMax могут спокойно делать игры, не задумываясь о деньгах и дистрибуции. У Xbox Game Pass уже 15 миллионов подписчиков, и аудитория растёт весьма уверенными темпами. Square Enix, между тем, представила Final Fantasy XVI. Над ней работает команда во главе с режиссёром Хироси Такайей, приложившим руку к 11 и 14 частям, которые, напомним, были онлайновыми, но тем не менее, в Final Fantasy XVI — однопользовательское RPG. В трейлере показаны битвы и постановочные вставки, и вообще ролик определённо напоминает драматические CG короткометражки, которые команда YouSida создавала для каждого расширения Final Fantasy XIV. Судя по всему, в сюжете будет очень много грязной политики, в которую мы окунёмся с головой. Но какие-то конкретные подробности появятся только в следующем году. Показательно ещё, что в трейлере был продемонстрирован логотип команды разработчиков Square Creative Business Unit 3. Вице-президентом этого отдела является Наоки Йосида, который буквально спас Final Fantasy XIV от финансового краха и привёл её к огромному успеху за последние несколько лет. Ходили слухи, что Йосида будет руководить следующей основной игрой Final Fantasy, и теперь эти слухи, очевидно, подтвердились. Релиз состоится на PlayStation 5 в 2022. Некоторые СМИ пишут, что готовится и компьютерная версия, но официально она опровергнута. 26 сентября фанаты The Last of Us уже семь лет отмечают День Вспышки. В этот день во вселенной игры началась эпидемия, практически уничтожившая человечество. Но, видимо, Дня Вспышки больше не будет. Студия Naughty Dog приняла решение переименовать праздник из-за продолжающейся реальной пандемии коронавируса. Теперь, 26 сентября, предлагается праздновать не День Вспышки, а просто The Last of Us Day. Сама суть события, впрочем, не изменится. Разработчики, как и в прошлые годы, предложат поклонникам нечто интересное и говорят, что запланировали массу очень клёвых штук. Это могут быть и распродажи, и всякие виртуальные подарки, и раскрытие деталей про мультиплеер второй The Last of Us. Удовольствие от того, что вот этот удар, который наносит герой, запрограммировал именно ты, что этот дробовик с крюком сделал именно ты, что плавать на лодке и нырять в воду персонаж может именно благодаря тебе, не сравнить ни с чем. Программирование позволяет почувствовать себя создателем игры — тем, кто первым её щупает. Школа XYZ запускает курс по программированию. Курс ведёт Александр Балакшин. Он оказывал значительный вклад в сезонные обновления для Tom Clancy's Rainbow Six Siege в роли старшего инженера-разработчика и лида геймплейной команды. Большую часть своей карьеры он делал шутеры, поэтому будет рассказывать именно о них. Обратим внимание, что это курс для тех, кто уже умеет программировать, но желает сменить сферу деятельности на геймдев. Во время обучения вы разберётесь с фундаментальными понятиями, используемыми в индустрии, и по итогу сможете при необходимости освоить любой, даже проприетарный игровой движок. Ведь в основе большинства из них лежат одни и те же принципы, и в целом внутренние движки в ААА-студиях во многом похожи. Если желаете перенять опыт работы в индустрии ААА-игр или сделать свою собственную игру или всё это вместе, записывайтесь на курс по ссылке в описании. Оплатить курс вы можете до 28 сентября, а обучение начинается 1 октября 2020 года. По промокоду GSTV дополнительная скидка — 10%. Шведская студия N-Vidunder League Production выпустила в Steam-адвенчуру The Girl of Glass Summer Bird's Tale. Беседы и головоломки тут дополнены пошаговыми боями. События происходят в середине 20 века, в вымышленной европейской стране. В центре истории Crystal — буквально крайне хрупкая девушка. Долгое время она жила в цирке, но однажды решила покинуть его. Оказалось, сделать это не так-то просто. Приключение Crystal сопровождает оркестровый саундтрек. Еще спустя 17 лет внезапно заново вышла Freedom Fighters. Изначально пользователи Стима подумали, что это ремейк или ремастер, но по факту это просто перевыпуск. Тут нет никаких улучшений или изменений. Разве что имеется адаптация под современные операционные системы. Издателем выступает сама IO Interactive — это её третий проект, вышедший после Hitman Codename 47 и Hitman 2 Silent Assassin. А Off-World Industries обновила сетевой тактический шутер Squad до версии 1.0. Она привлекла деньги на его создание через Kickstarter ещё в 2015 году и тогда же выпустила в ранний доступ Стима. Это — духовный наследник модификации Project Reality к Battlefield 2. В сражениях участвуют два отряда по 50 человек. Возведение укреплений и техника прилагаются. Карты разбросаны по Среднему Востоку, Восточной Европе и Азии. Отзывы игра все эти пять лет собирала в основе свои крайне положительные. Любители визуальных новелл в конце октября смогут насладиться российской игрой Untail King of Revinia. Она выполнена в средневековом сеттинге и, по уверению авторов, реалистична, имеет непредсказуемые повороты сюжета и интересные игровые механики — вроде погружения в чертоги разума и участия в турнирах и боях. Нас ждёт более дюжины концовок, не менее 40 часов игрового процесса и более 700 страниц сценария. В Steam уже доступна демо-версия. По некоторым данным, ремастер Bloodborne для PC и PS5 существует и включает в себя новый контент. Об этом, по крайней мере, сообщает YouTube-блогер Red Gaming Tech, который часто выдаёт достоверные инсайды на тему железа. А компьютерные версии, собственно, слухи курсируют уже давно, а издание для PlayStation 5 напрашивается само собой. Уверенности в том, что Sony выпустит Bloodborne на компьютерах, добавляет тот факт, что порт Horizon Zero Dawn стал крайне успешным. Его продажи сопоставимы с третьим Ведьмаком и ощутимо выше, чем у Death Stranding и Assassin's Creed Odyssey. Если в цифрах, то за август было продано 716 тысяч копий. Microsoft, между тем, рапортовала о рекордном спросе на Xbox Series X и S. 22 сентября стартовал приём предварительных заказов, и консоли настолько востребованы, что компания к 10 ноября даже пообещала поставить в магазины куда больше устройств, чем планировалось. Если у вас не получилось предзаказать Xbox Series X или S, то Microsoft рекомендует не отчаиваться и подписаться на обновления у розничных продавцов. Epic Games сделала инвестицию в 15 миллионов долларов в компанию Manticore Games, которая владеет платформой Core, созданной глобальным сообществом разработчиков. Авторы говорят, что их цель — пробудить волну творчества, помочь любому желающему преодолеть барьеры и начать создавать игры. По сути, это редактор, который позволяет максимально легко и просто создать большую вселенную и игру почти любого жанра. Руководитель Epic Games Тим Суини ещё несколько месяцев назад говорил, что Core — это реально нечто невероятное, а с такой поддержкой у Manticore, вероятно, действительно что-то получится. На PlayStation Showcase был продемонстрирован ремейк Demon's Souls, где очевидны обновлённые визуальные эффекты и новый звук. Однако самым важным стало не это, а крошечный текст в самом конце трейлера, в котором говорится, что ремейк выйдет на компьютерах. Однако радость была недолгой, потому что компания заявила о человеческой ошибке. После публикации трейлера Sony сказала, что это неверная информация, и релиз состоится исключительно на PlayStation 5. Этот разворот стал разочарованием для ПК-бояр, чьи надежды были заоблачными после недавнего заявления Sony, что она планирует плотнее интегрироваться с персональными компьютерами в будущем. То же самое относится к Final Fantasy XVI. Многих обрадовала новость о том, что игра водит на компьютерах, помимо PS5, однако Sony, к их прискорбию, сообщила, что это тоже было ошибочной информацией. Впрочем, по опыту компания, скорее всего, делает эти заявления из маркетинговых побуждений. На самом деле, PC-версии тоже выйдут спустя какое-то время, но Sony предпочла бы, чтобы эта информация пока держалась бы подальше от геймерских ушей. Demon's Souls, кто вдруг не знает, это родоначальник трилогии Dark Souls, без которого бы не началась вся эта мода на хардкорное RPG. Трейлер, кстати, показывает неплохой контраст между оригинальной игрой 2009 года и новой версией. Освещение, текстуры и архитектура игры были полностью переделаны. Мы имеем дело, по сути, с новой игрой, а не ремастерингом старых ассетов, что хорошо и правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА